МиГ-21С это самолёт, который все хотят, если хотят прокачивать советскую ветку. Вообще люди разделились на два лагеря. С одной стороны Су-7, с другой МиГ-21. И вроде как, несмотря на то, что это истребитель, подарки для танкистов, как видите, у него тоже присутствуют. Будем разбираться, на нём можно играть только в воздушных боях и сбивать врага, или и наземная техника подвергнется апокалипсису. С вас лайк, ну а я поставлю на то, что сегодня будут хорошие бои. Погнали туда. Ночной бой. Красота, но меня, к сожалению, просто изнасиловали на моём Т-72, после того, как я несколько раз умудрился не нанести урон при пробитии по вражеской вон СВ-шке, которую сейчас при вас добили. Хотя, с другой стороны, это достижение, не сделать ни одного фрага, но при этом всё равно накопить на МиГаря с четырьмя вот такими милыми ракетами С-24. А благодаря наличию баллистического вычислителя, как вы видите, мы можем достаточно точно эти ракеты запульнуть в цель. Осталось только эту цель, конечно же, видеть. А я не вижу. Ну вот, вроде он стоит. И, и, и минус ствол, и минус гусеница. Не очень-то удачно я по нему попал, да? Две ракеты при этом я потратил. С большой дистанцией всё равно есть у ракет некоторые отклонения, и попадать сложновато. Но, с другой стороны, если противник в известном месте и не уклоняется лишний раз, не ездит как-то совсем уж неожиданно и на относительно близкой дистанции, то... Ага, он развернулся. А я на ход ему сюда засуну. Ну-ка. Бэм! Хе-хе-хе-хе. Э, бедный Абрамс. Думал, сейчас уклониться? Ага, конечно. Всё-таки, несмотря на то, что ракеты неуправляемые, а с баллистическим вычислителем попадать вполне реально. Да, не сказал бы, что сейчас у меня получилась какая-то адская эффективность, но один ОБТ я забрал. Уже не зря самолёт взял. При том, что это истребитель, и в случае необходимости могу ещё с кем-нибудь повоевать. Вертолёты, может быть, какие-нибудь поспевать. Какая же динамика у Мигаря приятная. Кстати, здесь вот мы уже подлетаем к филду. Надо включать воздушный тормоз и думать, как нам на него вообще садиться. А то летим-то мы превосходно. А сбрасывать скорость как? Ну ничего, смотрите, это... Экскурс по пилотажу Мига 21-го от настоящего профессионального пилота. Игрового, конечно же. Игрового Мига. Да, смотрите. Не повторяем вот это в реальности. Плюхаюсь на живот. Тыц. И ничего, нормально. И не такое ещё переживали, как говорится. Всё. Я зачем так сделал? Так быстрее затормозишь. Как раз поцарапал. Ну ничего, тебя починят сейчас игровые эти гномы на филде. Во, всё. Сколько там? 30 секунд ремонта? Псс, вообще без разницы. Опа, вы видели? Там вражеский F-105D только что наших троих уничтожил. Что-то мне подсказывает, что надо с этим пылесосом что-то делать. А то он сейчас запылесосит вообще всю нашу команду. Мы проигрываем, конечно. А, так её уже нет. Нашей команды. Вот у нас только один единственный бедняга, который сейчас на оцелота, которого на оцелота пересадили. Он пытался сопротивляться. Остальные так же, как и я, немного выстоили, да? В этом всём замесе. Ну ладно, попробуем. Так, у меня зависла игра. О, о. Мышки всё-таки удалось это убрать. Давайте взлетать. Благо на форсаже у 21-го мигаря динамики вагон. Блин. Посмотрите, там ещё один. Они просто заштурмили уже шестерых наших. Ха! Просто всю команду втоптали в грязь. Я... Я же оставил их на 2-3 минуты просто на фил слетать за новыми ракетами. Серьёзно? Как мне помогать им, если они умирают моментально? Я даже не успею там долететь, мне кажется. Они уже всё. Всё, нет никого! Вот это я понимаю, советская команда. Я думаю, тут советская техника вообще ни при чём. Если команда так хочет проиграть, то вряд ли её кто-то остановит. Да, вон летают. Раз, два. Причём одного там посадили, как-то умудрились. Или он сам разбился, я уж не знаю. Да, смотрите-ка, F-86, всё. Но F-105 дальше продолжает кого-то бомбить. И я не понимаю, где он. Я бы с радостью на него зашёл. Так вот... Неясно, где этот самолёт врага. Я его слышать-то слышу, а видеть не вижу. А, он внизу был где-то. Я не знаю. Вот вы видите хоть какой-то самолёт? Я нет. Слышать я его слышу, пожалуйста. Видеть я вообще ничего не вижу. Ох ж, эти бои на топах. Ммм... Превосходные. Прям чувствуется, да? Чувствуется, как интересно играть в ночных боях на топах. Давайте в следующий бой что тут уже сделаешь. Так, ну, каким-то чудом, опять же, 72-ка в моём исполнении снова не убивает ЦВ-шку 90-105. Ну, при этом мне и без неё было кем заняться. Опять же, за один фраг мы набиваем очки. Причём на форсаже, блин, мне кажется, мы порвёмся на этом мегаре. Сколько он? 1350, по-моему, да, выдерживает. А дальше всё. Крылья-люлю. И при штурмовке я бы даже чуть меньше скорости брал. На форсаже можно выходить отсюда. И карта, наконец-то, дневная, ещё и поля. Ну, я должен кого-то увидеть и этих самых всех кого-то даже маленько пострелять. Но, наверное, я хочу подлететь чутка ближе, чтобы попадать чуть более уверенно. Ну, вот поэтому, например, танку. Бам! Прямо за ним ракета. А? Упала, а ему хоть бы хрен. Ничего. Я знаю, что эти С-24 нерфили. Поэтому не надеюсь иногда на результат. Такой, знаете, мгновенный. Ну, ничего. Я и без мгновенного результата нормально, думаю, смогу поштурмить. Вот он стоит, да? Бам! Попадёт это? Попадёт! Во! Не обязательно попадать. Прямо всеми ракетами. Ой! 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 Произошла катастрофа жадности. Катастрофа жадности называется. Я не имел возможности на него нормально зайти, но ракету хотелось кинуть. Я и ракетой не попал. И жопой за дом зацепился. Похлопаем мне, поаплодируем и так не делаем. Одна цель, один заход. Следующий бой. Обидно. Чё-то как-то необычно. Этот бой за пять минут уже кончился, судя по всему. Ну, вы сами посмотрите на количество вражеской техники. Их просто вон наши поехали и катком раздавили. При том, что он там от десятой где-то летает, который умудрился нашего Су-25 сбить. Ну, точнее, они друг друга разбили. И что-то мне подсказывает, что в этом ночном бою я всё равно никого не увижу. Так что смысла брать здесь мигаря было приблизительно, ну, ноль. Опять же, спасибо за ночные бои. Самые лучшие бои в мире. Там где-то в МАХа должна, конечно, быть. Он по кому-то стреляет. Неужели по ней? Или всё-таки не по ней? Я куда-нибудь вот туда вот закину пару ракет. На всякий пожарный. И вот сюда вот ракетку. О! Ладно. Опа, мне видали? Ракета, а? Шла. А я не зря. Опачки. Опа-па-па-па-па-па. Очень жаль. Увернулся, кто бы это ни был. Ну, какой-то вертолёт. А как насчёт тогда мне этого вертолёта поискать? Вон он, вон он, вон он. Чёрное пятно на чёрном фоне. Но ничего. 21-му мигу не привыкать. Справимся. Это же вычислитель для ракеты у меня, а не для пушек, да? Поэтому надо брать выше. А-а-а. Да, ладно. Есть в ночных боях один плюс. Это очень красиво. Когда ты кого-то вот так вот шарахнешь. И ракетка, на. Это твоё, оцеллотик. Нормально, ладно. Я думал, что зря вылетел. А нет, не зря. Есть у меня ещё небольшая часть боекомплекта. Да и в целом можно уже на филту летать. Не думаю, что в этом бою будет что-то ещё интересное. Просто, знаете, так сказать, прилетел. О, грач союзный. Отлично. Спасибо, брат. Именно это и нужно было. Запомните этот ник и насмехайтесь над ним. Если что, в бою, если увидите. А так. Две минуты, два фрага, ещё и вертолёт сбитый. Красота. Начнём внезапно, на секундочку, с наземной техники. В данном случае с 72-ки. Я просто для чего это хочу сделать? Чтобы показать вам, сколько очков стоит самолёт. И что приблизительно необходимо сделать для того, чтобы на него набить. Потому что пока всё идёт достаточно гладко в плане набивания очков возрождения. И Су-7 стоит, как мне кажется, дороже немного. Хотя, в любом случае, с дронами ни то, ни другое не сравнится. Нам нужно 561 очко. 350 у нас уже есть. Даже после того, как мы взяли ОБТ. Ну, условную там 72-ку, 80-ку. Что-то вот похожего боевого рейтинга. И, кстати говоря, опять же, в совместных боях вы всё равно будете прокачивать самолёты, если будете играть на 21-м Миге. И фармить самое главное. У него 800% к фарму и 660% к прокачке. Этого за глаза. Так что самолёт с точки зрения добычи валюты крайне приятный. И здесь особо как-то и не поспоришь. Слушайте, пойду левее. О, пошёл левее. Леопарда встретил, а всё ещё чуть-чуть не хватает. Я сейчас умру, да? Попадание я ему отвесил, но... Но попаданием сыт не будешь. Надо было направо нырнуть, пока у меня перезарядка была. Его добили, за него мне помощь никакую не дадут. А, нет, хватает. Всё. Вот, смотрите. Я выехал, просто сделал фраг на Турмсе один. И теперь уже сразу же готов вылетать на этом самолёте. Вертолёты, конечно, некоторые стоят дешевле, что очевидно. Но вертолёты, это всё-таки немного другое. Хотя они тоже эффективны с точки зрения уничтожения наземки. Но на нарах, конечно, самолёты повеселее. При том, что в целом-то на нашем боевом рейтинге полным-полно зениток, которые могут нас убивать легко. ЗРК с ракетами, с очень сильными. Не успеешь даже оглянуться, как тебе влетит. Ну, либо надо выдерживать дистанцию. А как тут выдерживать дистанцию, если для того, чтобы штурмить, тебе нужно подлетать буквально в упор. Там вот где-то как будто какой-то танчик едет. Вот это вот. Ну-ка, попаду, не попаду? Попал почти. По челленджеру оставил его без ствола и без гусениц. Перед ним ракета упала. Слышите вертолёт? Вон он, вон он родной. И я слышу. И он, кажется, что-то должен подозревать. Так, критические перегрузки нет. Пилот, выдохни. Набери воздуха в жопу. И давай сделаем с тобой так, чтобы больше этот вертолёт не доставил проблем нашей команде. Предлагаю вот так ему сделать. Ох ты! Это было очень опасно. Это было слишком близко. И я здесь потерял технику. Да, стрелять, конечно, я умею очень криво. Зато, с другой стороны, он не успел никого поштурмить. Наверняка он не ожидал, что у нас появится такой быстрый истребитель. Типа меня. Я имею в виду внезапный. Быстро взятый. Вон они. То ли они чинятся, то ли стоят там. Мигарь туда идёт. Ну-ка. Бам. А ещё одну сюда. Да что, прямое попадание в челленджер, и он всё ещё жив. Понял. С-24 против хорошо защищённых экранированных танков всё ещё не цветочек каменный. Не сложился он у нас. Нет, это какой-то прикол. Обычно все с ваншота отъезжают. Этот чувак прямые попадания ракет танкует. Чё-то оно ненормально. Но вот тебе ещё одну такую-то вытанкуешь. Эх-хе-хе-хе-хе-хе. Не танканул. Вот и так вот. Знать будешь. Это вообще леопард был. Почему не показал, что челленджер? Обвес такой был серьёзный. Странно как-то я неудачно, видимо, попадал. Но. Опять же, быстренько реализовали все ракеты. Наше вооружение. Вертолёт сбили. Ну, хотя нашим не помогло то, что я избавил их от штурмовки от вражеской. Они всё равно, вон, полкоманды уже мертвы. И все точки за противником. Да. Было бы чему удивляться для советской команды. Обладая великолепной топовой техникой, она умудряется просто наяривать за обе щёки. Ну, что ж. Игра такая игра. Что тут сделаешь-то? Ну, да ладно. Не всем же нагибать. Да и я не сказать, что показываю какую-то выдающуюся эффективность. Один вертолёт и один фраг, это, конечно, не так плохо. Сравнивая со всей моей командой. Делала бы она вся хоть вот столько, и мы побеждали, но... Но, тем не менее, не тащу за всех. А иногда надо, видимо. Прям за всех. Так, давайте крылышком прям по полозе почиркаем, чтобы побыстрее затормозить. Можно ещё вот так сделать. Нас прям аж развернёт. Всё. Я не знаю, я надеюсь, я успею сейчас починиться, 30 секунд пополниться и долететь ещё кого-нибудь поуничтожать. А то чё-то в этот раз ракеты сработали не очень хорошо. Очевидно, не всегда получается точно попадать, а этот леопард вытанковал какое-то слишком большое количество взрывчатки, которое рядом с ним легло. Ну ладно, в конце концов ему всё-таки не повезло. Пипец, он просто, посмотрите на киллчат. Киллчат говорит о том, что умирают только наши. Он просто... Минус 4. 30 секунд пока меня нет. Умирает просто команда десятками человек. Я, к сожалению, здесь не властен помочь ей. О, на 5. БМП 2М умерла. То есть они просто спавнятся и дох... А, ну ладно, раз, два, всё, у нас команды нет. У нас два человека осталось. И я с вертолётом. О, один. Я взлететь не успел. Моей команды нет. Времени 5 минут прошло с начала боя. Нихрена себе турбач. Я думаю, что у них и зенитки уже, наверное, какие-то должны быть. Ну, пумы как минимум меня могут сбить. Мда. Ну ладно. Даже если я погибну и, может быть, даже разменяюсь с кем-то, я буду доволен. Я уже не бесполезен. По-моему, там то ли авиация, то ли вертолёт. Вот эта вот точка, на которой я прям показываю. Да, чё-то летит. Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что у меня получится выйти на огневую, на этого. На этого. Кто бы это ни было. Уж тем более попасть. Но за попытку не бьют. Тем более мы остались одни. СК-50. Наземки у нас не осталось совершенно. Это прикол, конечно. Это ж надо вот настолько круто играть в советской команде. Да, это вертолёт какой-то. Вроде бы. Не похоже на то, что это самолёт. Летит слишком медленно. А как на него зайти? Я его потерял. И вообще за вот этим всем. Я вообще потерял этот вертолёт за воздушным потоком, который образуется при выходе на сверхзвук. Иногда мне сверхзвуковые истребители очень не нравятся. Ну, ни хера не видно вообще за ним просто. Просто ничего. Давайте трумса на этом респе возьмём. Сделаем фражек. По приколу чисто. Вот так вот. Отлетел. Ну что, умирать будем? Он думает, что я его не вижу, да? А, ну я ему урон не нанёс, если что. Блин, ну... Я пытался. Давайте в следующий бой. Дневной бой. И на том спасибо. Давайте ещё разочек проверять. 584 очка. 330 есть. Меньше. То есть, я так подозреваю, мне нужно сделать что-то большее, чем один фраг. Или один недофраг. Ну, сейчас мы это дело проверим. Есть желающие проехать туда? Ой, там их двое. Сразу, если бы ещё кусты не мешались мне, было бы... Было бы превосходно. Первый пошёл. А второго там уже приголубили, я так понимаю, который пытался проезжать. Да. В общем, здесь всех быстренько окучили. Фраг есть. Я, наверное, артиллерию откину. Я, правда, не уверен, что попаду по кому-то, мне всё ещё не хватает, очевидно, одного фрага. Но, я так понимаю, даже уничтожать мне не нужно, чувака. Нужно просто хотя бы попасть. Чё-нибудь такое, в общем. Пострелять. Быть не совсем бесполезным, назовём это таким образом. А, это вот так вот. Вот оно где. Ничего себе, какие хитрые играют у противника. Смотрите. Таких танкистов. Надо беречь. Да, всё ещё не хватает. Попадание вроде сыпется, но очки возрождения нет. Так, вот этот кустик я... Так я же его сломал. Я его ломаю, а оно не падает. Серьёзно? Вон, просто он делает вид, что он падает и не падает. О, наконец-то. Я бы с радостью бесконечно следил за этим чуваком, но что-то мне подсказывает, что моя команда полностью отдала здесь направление. И... Хочется, не хочется. Вартандер, почините вы уже свою физику, пожалуйста. Ну, хотя бы кустов. Ну, что это такое? Как мне вообще видеть-то что-то за этим кустом? Куст-лицемер. Трясущийся просто какой-то куст после чекушки. Пьяный куст. Здесь прям передо мной где-то. Тревога нарастает. Музыка из челюстей. Гусеница. Но я вроде уехал, слава богу. Нанеся ему сокрушительные повреждения. Нет. Поехали умирать. А, он меня ждал на своей меркаве. Я даже не успел его увидеть. Ну, очевидно. В принципе, меня это не волнует, потому что мы при попадании в гусеницу, да, мы накопили на мигаря. То есть хватает одного фрага и так чуть-чуть где-то рядом, так сказать, полетать с пулем боя. Сделать один-два выстрела. Артиллерию кинуть. Что в целом позволяет брать мигаря, ну, практически в каждом бою. Я думаю, что редкий случай, когда ты, ну, не сделаешь один фраг. Они бывают, очевидно. Но все-таки это не регулярно происходит. Что, разумеется, приятно. Давайте попробуем поштурмить. Здесь у нас карта такая, что в целом понятно, где происходит действие. И, наверное, можно найти кого-нибудь внизу. А еще попасть, если по ним как-нибудь, было бы вообще превосходно. Не знаю, видно очень плохо. На земку. Тэг. Этот умер или не умер? О, теперь умер, понял. До этого он был жив на своем ЗЛТ. Первый пошел. Вертолет. А где он? Вот он, вот он, вот он, вот он. Ведет меня, гад. А, это китаец, да? Потеря управления. Я в него врезался из-за того, что у меня пилот потерял сознание. Точнее, не сознание, а управление. Отлично, я заложил маневр. Но, что еще более тупо, я в него врезался и его сбил. А, как это вообще вышло? Что за тупость? Иногда специально просто в кого-нибудь пытаешься затараниться не получается. А тут случайно я его затаранил. Ладно, мы все равно успели сделать фраг и уничтожили вертолет своим взглядом. Ха-ха-ха, прикол, конечно, а не бой. Давайте еще разочек. Хочется сделать больше, чем один фраг, попытаться. Но уж получится или нет, не только от меня зависит. Так, хватило мне прям тютелька в тютельку. Был показан прям какой-то грандиозный замес на точке А, где меня со всех сторон шпыняли и трясли. Но при этом вроде как удалось сделать фражек. И его, конечно же, хватило для мигаря. Вот эта легкость в получении мигаря мне нравится. При том, что вроде как его эффективность с точки зрения наличия ракет не сильно уступает Су-7. Тот менее поворотливый, но при этом у него больше ракет. Все, в общем, логично, достаточно. И тут как-то особо не придерешься. Еще бы видеть что-нибудь в этом тумане. Где тут этот вражеский ЦВ или где он там, или что он. Вот он, вот он стоит. Это то ли леопард, то ли кто. Давайте-ка я еще разочек на него зайду, потому что в такой погоде, с такой глянцевой землей, видно откровенно ничего. Абсолютно. Так, меня тут Филдс вертолетный сбивает. Но вертолетов вроде у них нет. Как нет, сказал я. И услышал вертолет. Где-то подо мной прям. Я не понимаю, где он, я его не вижу. А, вот он. Все. Все, нашел. Нашел родного. Давай, мигарь, в разворот. И мы должны просто на него зайти. Я понимаю, что у меня скорости нет. И вообще зря я это затеял. Как всегда, сейчас просто убьюсь в какой-нибудь вертолет. Просто так. Бессмысленно. Хотя он вроде даже не особо-то пытается. Хоть бы вид какой-нибудь сделал. Не знаю, что тебе не все равно, что тебя убивают. Ну, ладно. Я что, против, что ли? Где-то там, короче, танк раз. И танк два. Бам! Прямое почти что в этот ЗЛТ. Опять я гноблю китайцев. Китайцы, братья мои. Мы вас очень любим. Это только внутриигровая условность. Не бросайте, братцы. Не делайте этого. Не допускайте ошибок. Я никого не вижу. Это танк или что? Это какой-то кусок просто земли. Настолько в этой дымке нихрена не видно, что нужно работать только по... контактам союзников. Вроде там никого. Никаких этих вертолетов. злых подлючих. Точка за врагом. Этого убили. Где еще кого-то? Этот взорвался. Кто его убил? Я ничего не вижу. А, есть у них вертолет Z19E. Вон, он появился на аэродроме и меня сразу же просто и вшатал. Ну, а, собственно, как бы... Спасибо, удачи. Денег дачи. Против такого не поиграешь. Очевидно, его не слышно и вообще не видно на вертолете. В общем, злой убийца самолетов. Бывает. Давайте еще боюк. А вот, собственно, и произошел тот самый Абасрамс. Не хватило мне очков на ракеты. Истребитель-то с ВВшками можно взять. Если ты сделал один фраг и сразу же отлетел. Но если ты сделал один фраг и отлетел, то большие ракеты крупного калибра уже не возьмешь. С-24, конечно, рулит. Но, вот для тех неудачников, у кого не получилось, есть С-5К. Можно ли на них штурмить? Будем проверять с вами прямо сейчас. Потому что, ну, технически кумулятивные ракеты, которые наносят вроде как урон и самое главное пробивают, должны работать по врагу. Тем более попасть ими вроде как попроще должно быть. Тем более баллистический вычислитель есть. Хотя вот по Мардуру этому урон в гусеницу мы нанесли. И бегляет панцер. Здравствуйте, радиофугасы. До свидания. Очень красиво поиграли. Понравилось. Ну, блин. Когда появляется авиация... Тьфу, авиация. Что-то против авиации. Типа какие-нибудь радиофугасы, зенитки с... Еще чем-нибудь страшным. То, понятное дело, на Мигаре не пусть штурмишь, а мы весь бой играли почти без зениток. Что нам, собственно, прям манна небесная. И везло. А так, на самом деле, С-5К, спасибо, все понятно. Лучше я на С-24 накоплю, да? Боевой вылет какой-нибудь, чтобы нормальный сделать, а не вот эту вот фигню. А так, на Миге нормально летается, кстати, в совместных боях. И уничтожать наземную технику можно. И вполне приятно уничтожать еще и вражеские вертолеты, которые можно найти. Ну, конечно же, не те китайские, которые прячутся по земле, появляясь, убивают, наоборот, сами всю авиацию. Поэтому Су-7 или Миг? Наверное, Миг, потому что он тупо универсальней и фармить и прокачивать на нем будет все приятнее. Захотите в воздушные бои пойти? Пожалуйста. Потому что на Су-7 воздушные бои, ну... Откровенно говоря, такое себе. В общем, если было интересно понаблюдать за вот этим вот советским монстром, то не забывайте поддержать видос, а я пойду пили для вас еще какой-нибудь интересный контент по другим, не менее интересным видом техники, самолетом, танком и так далее. Всем удачи и до новых встреч!